Всем привет! Сегодня я вам покажу советы хитрости мастеров, которыми я пользуюсь сам. Где-то какие-то я увидел недавно, тоже мне пригодились. Сейчас я вам предлагаю их посмотреть и что-то взять на заметку. Поехали, не будем долго разговаривать. Первый совет будет полезен абсолютно всем. Очень часто бывает так, что коробка или тара с саморезами полна под завязку грязью. Также можно воспользоваться пылесосом, но просто начать пылесосить не получится. На помощь придут кучка трубочек от напитков. Вставив их, у нас получается очень удобный фильтр для саморезов. И вы за малейшие секунды наведете порядок в своем крепеже. Второй совет будет связан с сверлом. А точнее, как просверлить отверстие и не переусердствовать. Не просверлить насквозь брусок. Для этого замеряем брусок и вычисляем, какой глубины нужно отверстие. В данном случае мне надо 1 см глубины. Отмеряем на сверле сантиметр и приклеиваем изоленту на отмеченное место. И теперь, когда вы начинаете сверлить, то по разлетевшимся опилкам поймете, что глубина, которая вам нужна, была достигнута. Бывает такое, что надо наносить одинаковые отметки по всей длине. Можно, конечно, использовать стандартный способ и наносить отметки вручную. Но это очень долго и нудно. Проще взять тонкое сверло и просверлить отверстие на нужном расстоянии в уголке. Уголку ничего не станет, а вот скорость работы увеличится в разы. Почти всегда, когда мы сверлим отверстие в любой доске, оно всегда получается неровным. Я даже скажу, это почти невозможно. Но тут придут на помощь любые два бруска. Сложив их вот таким образом, мы выставляем горизонталь, по которой намного больше вероятности просверлить отверстие ровно под 90 градусов. Когда нужно прибить какой-то очень тонкий штапик гвоздиком, я покажу на примере этой щепки, очень часто штапик трескается. Чтобы избежать этого, воспользуемся шуруповертом. Зажимаем гвоздик в патрон шуруповерта и засверливаемся в щеп. После того, как вы просверлили свой штапик, можно смело добить наш гвоздик молотком. Очень часто, когда хватаешь сверло, оп, а на нем стерлась надпись, где написан размер. Можно, конечно, потыкаться, помыкаться и наугад взять нужный размер. Но есть решение. С помощью разводного ключа легко определить диаметр. Обжимаем сверло и после измеряем расстояние. Давайте проверим, так ли это. Плохо, плохо видно, что это 12-е сверло. Если ты до сих пор не прибрал свои отвертки, то смело можешь взять полипропиленовую трубу и использовать ее как органайзер. Для этого сверлим отверстия столько, сколько нужно. А по краю сверлим еще два отверстия вот таким вот образом. Крепим трубку на стену и размещаем все свои отвертки. Если ты вдруг заметил, что твой провод на стене провис и висит не совсем красиво, а под руками нет никаких специализированных подвесов, то на помощь придет кусочек провода ВВГ и саморез. Очищаем одну жилу и обматываем саморез. После чего прикручиваем рядом с проводом. И вот таким образом фиксируем надоедливый болтающий провод. Всегда хорошо, когда под руками есть все измерительные инструменты, которыми очень легко можно найти любой угол. Конечно, можно попробовать нарисовать наугад, но я не думаю, что получится правильно. Проще взять лист бумаги и согнув его по диагонали, у нас получается ровный угол в 45 градусов. И уже по этому шаблону можно разметить все, что угодно. Следующий совет не нуждается ни в каких объяснениях, я помолчу, а вы просто посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и напоследок. Бывают такие инструменты, которые всегда норовят от вас убежать. Или вы работаете на наклонной поверхности. Выручат вас в этой ситуации обычные стяжки. Берем и затягиваем стяжку на каждом инструменте, который постоянно убегает. И после этого никто никуда не убежит. Если даже вы захотите, чтобы они скатились, вы этого не сможете сделать никогда. Ну а на этом всем пока. Если понравилось видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Это очень важно, чтобы не пропустить новое видео от меня. До скорой встречи. До скорой самоделки. Субтитры сделал DimaTorzok